всем большой привет решила начать новое видео вот с такой вот заставочки решила показать вам самый самый центр города это у нас кинотеатр центральный стоит он очень давно здесь у нас есть самые популярные торговые центры вот мы идем сейчас один из них сегодня очень комфортная температура 25 минус но есть такой вот сильный ветерок красота и мы идем вот в этот торговый центр вот сюда где зеленый удивительно но я как-то заметила или мне кажется что как будто косметики стало много вообще ну как будто вы такое ощущение что прям всего-всего много обычно тут буквально полгода назад здесь было все пусто так всем большой привет я очень рада то что вы решили зайти ко мне в гости и сегодня речь пойдет о очень классном аромате которому в этом году исполняется целых 25 лет но если вы заметили то я собираюсь свою вот такую вот маленькую линеечку именно ароматов двухтысячных а тут у меня даже уже девяностые записались которые вызывают во мне определенные положительные эмоции но какие могут быть положительные эмоции связанные с 2000 конечно это моя юность моя молодость моё студенчество и самые приятные воспоминания связаны именно с этим времени и аромат о котором я сегодня буду вам рассказывать для меня является каким-то знаете но он занимает особое местечко моем сердце это аромат от наоми кэмпбелл наоми кэмпбелл э де туалет он так и называется наоми кэмпбелл я не вдавалась какие-то глубокие подробности сколько там ароматов новыми и так далее но мне кажется этот аромат по моему самый первый который у него вообще вышел и у этого аромата есть достаточно немаленькое количество фланкеров но классика считается именно этот аромат в виде вот такого пули или в виде когтя мне очень нравится этот флакончик посмотрите что это за красота да не фокусируется да ну я вам ставлю картиночку вы на него посмотрите ближе мне очень нравится этот флакон мне очень нравится вот этот вот вот эта крышка и аромат нравится еще больше я ему уже надушилась с утра поэтому я хожу уже счастливая и давайте начинать это видео с того что вы пойдете нальете себе какой-нибудь вкусный кофе к чаю потому что мы немножко будем впадать в прошлое потому что аромат достаточно яркий давайте ка мы его обновим потому что он как оказалось сейчас не такой стойки как раньше я его покупала на вайлдберрис конечно на свой страх и риск но если вы боитесь покупать на вайлдберрис то я вам оставлю ссылочку на сайте рандеву там вы точно не попадетесь на подделку в общем о чем этот аромат как я его купила и как я его запомнила для себя покупала я его ровно 20 лет назад в 2004 году и он так знаете достаточно резко выбивался из всех тех парфюмов которые я покупала в то время потому что я любила такие знаете ну и как и сейчас я любил такие фруктовые легкие компотистые истории там что-то в стиле скады или я очень любила такие вот спреи для тела от иван только вот что-то очень свежее и очень сочные он казался мне таким сладким каким-то женственным вечерним и я тогда еще даже не носила каблуки я начал их носить активно только летом в 20 наверное да а до 20 лет я не носила такие прям женственные образы только в 20 лет я поняла что оказывается я девочка и что нужно что можно и нужно носить каблуки одеваться более женственно и вот как раз таки вот именно этот с этого парфюма началась женственности я как только начала носить этот парфюм я поняла что он раскрывает во мне те грани личности который я не замечала ранее я его покупала тогда в миниатюре вот этот парфюм у меня именно в 30 посмотрите как много я его уже выпила но я просто им поливаюсь ног до головы потому что аромат позволяет собой такое отношение он не душит он ни в коем случае не не становится каким-то приторно сладким хотя аромат сам по себе сладкий но на тот момент времени он мне казался как-то более сладким чем сейчас оказывается мой нос уже натренировался до такой степени что мне даже та же яра и тот же факхар уже не кажутся такими сладкими какими они мне казали самом начале а сейчас же вот эта водичка для меня это просто какой-то знаете ну это уже но это практически спрей для тела можно даже назвать как от victoria's secret он мне не кажется таким а приторно гурманско сладким каким он не казался ранее и здесь такая большая пирамида и знаете я заметил такую тенденцию то что ароматы 90-х начала двухтысячных имеет просто какой-то гигантский список компонентов пирамиде а сейчас либо парфюмеры скрывают либо они просто как-то там не знаю просто не хотят вам говорить что там достаточно много компонентов но как не откроешь современную пирамиду какого-то нового аромата там может быть только в лучшем случае три ингредиента а потом будет вообще один а тут знаете давайте я я зачитаю здесь вам пирамиду почему потому что у меня пирамида играет ну достаточно большую роль потому что когда ты покупаешь аромат особенно вслепую когда ты пытаешься как-то понять понравится тебе этот аромат или нет то пирамида наверное здесь чем-то да и поможет и давайте я зачитаю вам этот список огласите весь список пожалуйста в общем в верхах здесь кокос персик анис острый красный перец магнолия цветок апельсина мандарин и бергамот и вот знаете я персики не люблю но здесь он есть и здесь персик такой знаете очень пушистый очень сладкий и достаточно я бы даже сказала съедобный но не уходящий в гурмане потому что это все звучит очень парфюмерно до того как я не увидела что здесь есть кокос я даже подумать не могла что здесь он есть почему потому что я здесь его совершенно не слышу здесь есть вот такая вот ванильная база мягкая обволакивающая но как правило кокоса я здесь как такового не слышу потому что для меня кокосовые ароматы они уходят в такую ну знаете ну через чур какую-то гурманскую мягкую историю что-то вот такое с баунти здесь никакой ассоциации с баунти у меня нет им я очень сильно удивилась то что здесь есть красный перец ну потому что перчености как такого я здесь не слышу здесь есть легкая легкая вот такой вот намек на перец но я даже сказал что это больше розовый перец чем красный но как такого перца я здесь не слышу цветок апельсина мандарин и мергамот здесь вот я пожалуй слышу потому что цитрусы здесь есть но цитрусы здесь настолько сладкие настолько обволакивающими столько ускользающие от вашего взора что вам кажется что это даже не цитрусы вот в чистом виде а это знаете это даже как будто цукаты да я бы даже больше сказала что это какие-то цукаты дальше в сердце ароматы здесь у нас гелиотроп цветочные ноты тубероза жасмин и ландыш но здесь уже как-то более традиционное сердце у нас здесь меня порадовало то что они написали цветочные ноты они уже стали не заморачиваться не стали писать все цветы какой цветок там услышите такой значит там и будет и да действительно аромат цветочный и он настолько емкие не емкие он настолько целостный настолько цельный он играет как одна большая красивая какая-то мелодия ты вот не можешь различить в этом оркестре отдельно взятый инструмент все звучит настолько слаженно настолько объединенно красиво и естественно что этот аромат невозможно разбить на ноту вот пытаясь какую-то определенную нот куда я вот смотрела эту пирамиду услышать мне это было очень очень сложно сделать потому что аромат вот больше похож даже на крем когда я читала программчик у многие от отмечали то что аромат очень кремовый очень уходовый интимный и действительно это так но для меня на тот момент времени когда я им пользовалась 20 лет назад нет для меня это не был аромат крема для меня это был просто эквивалент какой-то такой вот знаете женственности такой вот аромат ухоженной женщины и женственности такое что это не какая-то мягкая такая вот естественная женственность это женственность на высоких каблуках с каким-то открытым дерзким декольте с распущенными накрученными волосами и это все вот такое вот вычурное но при этом при всем настолько скромная вот именно какой-то вот интимный да этот аромат интим то есть вроде бы это все такое вычурное да вроде бы все такого должно быть гипер женственно гипертрофированная женственно сексапильная но это настолько все аккуратно то есть никакой пошлости никакой вот найти через чур показной вот такой вот пошлости здесь абсолютно нету аромат звучит достаточно скромно очень притягательно и да я бы даже сказала что магически и в базе здесь у нас а ваниль карамель бобы тонка сандал бензоин мускус амбра апопанакс и кедр апопанакс я так поняла что это смола и вот из всего сказанного я здесь чувствую только что-то деревянное ваниль я чувствую конечно же еще и чувствую здесь хорошо бобы тонка вот бобы тонка здесь тоже очень уместные они здесь очень такие вот бобы тонковский в общем я стал этот ингредиент очень хорошо различать в других парфюмах потому что меня уже вымуршит рвалите ароматы в которых этот компонент есть и в целом когда вот пытаешься этот аромат как-то вот описать мне его описать достаточно сложно потому что для меня это просто вот женщина женщина как она есть ухоженная красивая сексапильная умная интересная и аромат сидит достаточно близко к телу я сказала то что я им могу поливаться и уровень этого аромата вам может даже подсказать даже показать это то есть я им вот так вот спокойно могу поливаться и я вам гарантирую он никого не задушит у него очень красивый шлейф очень нежный очень притягательный это именно парфюм чистом виде здесь очень многие говорили что они слышат то печенье кто-то слышит кофе там с молочной шоколадкой кто-то слышит кокос посыпанный там ванилью но для меня это просто аромат таких вот сладких-сладких сахарных но не слишком приторных фруктов на ванильном мороженое вот для меня это самое близкое описание которое я бы могла сказать здесь кстати нет никаких ягод потому что если бы здесь были ягоды вот такие вот яркие наверное аромат ушел бы в какую-то уже эскадовскую сторону но здесь никакой ягодности нет и поэтому никакой компотистости здесь не улавливается в целом аромат просто невероятно притягательный волшебный я там пела ему в дифферамбе в своем телеграм-канале аж даже девчонки им заинтересовались если честно я каждый раз когда вам говорю про какие-то ароматы я очень сильно переживаю потому что вот я как-то вот ну нахваливаю нахваливаю ароматы как-то говорю а вдруг вы его закажете вам не понравится я не хочу чтобы зря тратили свои деньги просто я очень искренне и как-то вот хочу действительно донести до вас ту информацию именно поделиться своими эмоциями насчет этого аромата но я просто не могу сказать ничего плохого про этот аромат и те девчонки которые пользовались этим ароматом они все им всем этот аромат нравился я когда пользовался этим ароматом ни разу мне никто не сказал фото дед от меня от тебя воняет это не вонь это просто какой-то ангельский флер это ангельская пыль какая-то которая спустилась на землю и одарила нас щедро вот таким вот приятным ароматом вообще мне в целом кажется парфюмеру если честно к стыду я не знаю кто его создал но парфюмеру нужно было выдать просто определенно какую-то номинацию или премию за этот шикарнейший аромат потому что ничего подобного я больше в своей жизни не встречала то есть этот аромат не похож на какие-то другие парфюмы которые мне потом встречались то есть был просто в направлении что-то может быть где-то что-то между но клонов этого аромата я не знаю он кстати пудровый да он достаточно пудровый я бы наверное даже сказала что он действительно мега пудровый но это пудровость не так который вы знаете когда вы пользуетесь пудрой вы встряхиваете кисточки у вас летит вот это облако это аромат уже в самой пудрениц то есть это не летающая пыль которая забивает нос а это именно спрессованная уже пудра но аромат такой знаете но аромат дорогой пудры очень шикарный очень гламурный и вот кстати гламурный гламурный это очень хорошее название для этого парфюма потому что у меня он ассоциируется только вот этим и причем аромат мне кажется можно носить просто на любой случай то есть и в кафе с подружками и в театр и на работу и даже ну медиком знаете вот каждый раз когда я какой-то аромат тестируя я вот каждый раз думаю про медиков знаете почему про вас я думаю мои медики любимые потому что у вас работа связана с тем что вы очень близко находитесь к человеку и какие-то резкие ароматы они конечно будут пациентов раздражать но на самом деле это касается и девчонок которые работают в индустрии красоты потому что мы вы близко достаточно находитесь со своим клиентом и если это будет какой-то резкий аромат то конечно это будет не самый приятный сеанс и в следующий раз все просто вам не придет но вот этот аромат знаете ну наверное я бы даже наверное могла посоветовать медикам потому что а по итогу от вас будет просто пахнуть приятным красивым ароматом крема крем дорогой люксовый какой-то знаете с такой вот немножко с какими-то кокосово-ванильными нотками будет казаться что вы после душа нанесли какой-то классный такой вот дорогой такой вот супер люк лакшери крем и от вас идет легкий легкий вот такой вот приятный аромат и в целом что я могу сказать про этот аромат мне кажется его надо отстаивать потому что даже сейчас я вот когда его наношу он уже более стойкий чем неделю назад и целом аромат действительно классный мне кажется он понравится всем это просто мега женственность в стакане и я не могу по-другому никак выразиться и этот аромат сделает из вас вот ту самую кошечку которая вам не хватает а свои эти вот обычные будни то есть в будни мы кто мы там матери жены работницы там или еще кто-то ну вот кто угодно только не женщины но если вам не хватает вот этой вот капельки женственности то этот аромат вам вернет себе вот ту самую кошечку не люблю это слово кошечки мушечки но но действительно это такой кошачий аромат в хорошем смысле который вернет вам ту игривость и то кокетство которое вам не хватало в обычной жизни и на этом я буду заканчивать свой маленький мини обзор на этот аромат делитесь вашими впечатлениями был ли у вас этот аромат вашей юности или может быть вы пользуетесь им до сих пор расскажите что слышите вы в этом аромате мне будет почитать вас очень интересно а на днях кстати у меня будет день рождения и я так подумал я очень долго думаю какой бы аромат себе подарить на день рождения я очень сильно хотела подарить самой себе джюлит хизыган эго стратис но с рандеву мне теперь посылки идут ну очень долго по полтора по два месяца поэтому я решила его наверное заказать уже ближе к 8 марта а на день рождения решила ну пусть будет на уме кемпбел почему бы нет и я решила то что она уме кемпбел вполне себе сойдет как аромат на день рождения возможно даже и в тот самый день когда мне исполнится 39 я им и воспользуюсь и на этом я буду с вами прощаться спасибо большое за просмотр пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на youtube канал на телеграм-канал и кстати я открыла еще свой канал дзен и подписывайтесь туда я буду очень рада вашим подписками лайкам уже там и скорее все буду там и там и там ну практически параллельно выставлять свои видеоролики и на этом я с вами прощаюсь до до скорой встречи в Севкадире